Лев Маркович Шлозберг Как вы узнали о том, что началась специальная военная операция, и как вы, ну, может быть, для вас это и не было сюрпризом, а может быть, стало, да, и как вы это проживали? Это не стало сюрпризом, к сожалению. То, что готовится, было очевидно. Первый раз, я это очень хорошо помню, о том, что может произойти катастрофа, я сам сказал, в апреле 2021 года. В апреле 2021 года, за почти два, за более чем год до начала событий, потому что всё складывалось постепенно, пошагово и очень открыто. С начала января было очевидно, что события развиваются катастрофическим образом, и точкой полной ясности стало признание государственной независимости двух-трех буквенных республик в их административных границах, когда стало очевидно, что будет использована военная сила. Утро 22-го я помню, утро 24-го я помню очень хорошо. Мы очень ранняя семья. Мы встаём рано, потому что Жанни к 8 утра уже наработал в больницу, поэтому будильник заведён на 6.30 всегда. А в этот раз я проснулся на час раньше сам. Было ещё с минувших дней ощущение полной тревоги и ожидания страшных событий. Я проснулся где-то в половину шестого, взял телефон, ну и дальше все телеграм-каналы пишут об одном и том же. Транслируются выступления Путина и одновременно из Украины, в том числе из Киева, из Харькова, из Одессы, из Николаева, отовсюду поступают известия о боевых ударах. Это было такое утро. И, в общем-то, с 24 февраля по 4 марта, 10 дней, мы делали всё, что было возможно в наших силах для того, чтобы высказать позицию. Поэтому поначалу была иллюзия, ну просто иллюзия, что в стране есть такие силы для общественного протеста, которые могут остановить происходящее. Мы в этом протесте все участвовали и на улицах, и в Ютубе, и в социальных сетях. И длилось это ровно 10 дней, и с каждым днём становилось понятно, что ничего не остановится, что всё будет нарастать. Я помню западные прогнозы, когда военные институты США публиковали в своей оценке, сколько часов продержится Киев. И помню, что что-то первое, другое было сказано только вечером в пятницу. Только вечером в пятницу. А у нас было 10 дней, как мы узнали потом 10 дней, во время которых ещё существовала свобода слова. И сейчас все эти высказывания, все эти фотографии, все эти трансляции, все закрыты. Потому что утром 4 марта в Российскую Государственную Думу был внесён пакет документов о военной цензуре и фактически военном положении. И стало понятно, что эти законы будут иметь обратную силу, то есть будут распространяться на все предшествующие действия. К концу дня они были приняты. Собственно говоря, я второй раз пережил чувство 24 февраля, когда 4 марта стало понятно, что права и свободы человека в России закончились. И дальше нужно будет жить, но без этих прав. И учиться пользоваться всем тем, что есть у каждого человека с пониманием того, что каждое слово может взорваться. Если возвращаться в 24 февраля, я очень хорошо помню разговоры с близкими людьми. Я не знаю, можно ли это сказать. Беру другое слово, хотел сказать один глагол, скажу другой. Я был очень впечатлён, очень впечатлён тем, что в моём ближнем кругу не нашлось ни одного человека, ни в политическом кругу, ни в частном семейном кругу, дружеском кругу, ни одного человека, кто бы это всё поддержал. То есть, с одной стороны, было острое понимание, что закончилась вся предшествующая жизнь. Просто этот день разделил нашу жизнь на «до» и «после». И это «после» продолжается сейчас. И была очень острая потребность в людях, которые также оценивают происходящее, таким же образом видят смысл событий и их страшную цену. И среди тех людей, с кем я в тот день общался, не было ни одного человека, кто бы это всё поддерживал. И это чувство я помню до сих пор. То есть, мне 24 февраля ни в ком не пришлось разочаровываться. А дальше всё всем известно. Очень завидую. У нас и многие зрители рассказывали, что 24 февраля, наоборот, оказалось, что негде найти поддержки. Что и родители, и братья-сёстры, и коллеги, и друзья все крутили у виска. Ты что, не патриот? Ты что, не поддерживаешь свою родную отчизну? Как ты можешь быть против защиты русского населения в Украине? Это что, результат долгого отбора вами ближнего круга? Я не знаю. Я не знаю. Семьи складываются десятилетиями, в каком-то смысле веками. Круг политического общения проходит испытание. И за более чем 30 лет в политике этот круг, очевидно, сложился, как я теперь это понимаю, очень качественно, очень осознанно. Вообще, Псковское яблоко прошло за последние годы много испытаний, когда была возможность людям определиться. Всё это крайне обострилось после 2014 года, после крымских событий. И тогда мы почувствовали, что мы идентичны друг к другу. И, в общем-то, за 8 лет, очень модно было задавать год назад вопрос, где вы были 8 лет. Но мы знаем, где вы были 8 лет. Мы пытались предотвратить катастрофу, начиная с 2014 года. И делали для этого то, что было в наших очень скромных силах. В том числе в Пскове, в том числе в дни начала массированной военной атаки на Донбасс в августе и сентябре 2014 года. И, очевидно, люди, которые готовы были к нам присоединиться, хорошо понимали, какую мы занимаем позицию, что мы хотим, что мы не хотим, где у нас добро, где у нас зло. И этот круг людей испытания 24 февраля выдержал, скажу простое слово, достойным. Удалось ли сказать, что... К 24 февраля 2023 года вы не разочарованы в людях? Вы не разочарованы в, может быть, однопартийцах? В ваших согражданах, которые не вышли, вышли и так далее? Или вышли, но за, наоборот. Знаете, среди моего ближнего круга нет ни одного человека, который вышел за. Вот еще раз хочу сказать, что этот круг спасательный круг. Он позволяет оставаться человеком в нечеловеческое время. Лев, а если говорить не об однопартийцах, а о согражданах? Это то, с чего, например, Даша начала сегодняшний эфир, что она 24 февраля 2022 года разочаровалась в людях вообще. Не то чтобы 24 февраля 2022 года. Я весь год разочаровывалась в людях все сильнее и сильнее и продолжаю это делать. Это серьезная проблема. Народ готовили к 24 февраля не меньше 20 лет. Понимаете? Не двух лет, когда примерно за два года, до 24 февраля 2022 года, стало понятно, к чему все идет. Путин же все говорит откровенно. Я постоянно говорю людям, которые удивляются и повторяют эту известнейшую фразу. Кто бы мог подумать? Я им постоянно говорю, читайте, читайте и смотрите, что он говорит. Вот просто один пример, когда ясность наступила на 100%. Это знаменитая статья Путина, до сих пор висит на сайте Кремля 12 июля 2021 года об историческом единстве украинского и русского народов. Висит на двух языках, украинском и на русском. Но там же все сказано. С чем пришли в Советский Союз, имеется в виду территория, с тем вы уходите. Сказано, что в нынешних границах Украина не имеет права на суверенитет. Что это фейковое государство, созданное Лениным, большевиками. Вот такая ошибка большевизма. Там все написано. Все написано. А если даже откатиться совсем назад. Помните, 2007 год, февраль, мюнхенская речь Путина. Речь, провозглашающая холодную войну. Тогда все к ней отнеслись, как все, почти все, отнеслись к ней, как к прощальному привету Путина Европе. Ему оставался год до конца президентства. Все полагали, что он уйдет, но в какой-то другой форме останется во власти. Открыто говорили, что хорошо было бы, чтобы следующий президент назначил его премьером. И на выступление в Мюнхене, куда его пригласили со всеми почестями, его принимала Меркель. Она выступала с основным докладом. Потом выступает Путин. И предъявляет счет Западу. И в этом счете было все. И Крым, и Донбасс. Все было понятно. Но все были как слепые, глухие. Если перелистать сайт Кремля и почитать Путина, вы там все найдете. Людей готовила к этому всему государственная пропаганда 20 лет. 20 лет. Из людей сделали то, что сделали. Как будто вы оправдываете идеи, которых... Я уточню одну важную вещь. Государство ответственно много за что? Но в первую очередь государство ответственно за общественные нравы. А люди не ответственны за то, во что они верят, в чем они очаровываются? Антон, я скажу. Я скажу. Люди ответственны. Люди ответственны. Но нужно понимать, что массовое сознание, общественное сознание, устроено вполне определенным образом. Это конструкция, это механизм, это машина. В этой машине есть несколько ключевых шестеренок для любого народа, в любой стране. Если в стране нет институтов демократии и свободы, которые подпитывают самостоятельность человека, его критический подход к жизни, способность оценивать в том числе и в первую очередь власти своей страны критично, то при отсутствии шестеренок свободы и демократии, шестеренки пропаганды, шестеренки насилия, шестеренки лжи работают на полную мощность. Из любого народа, понимаете, из любого народа можно сделать народ ненависти. Из любого народа можно сделать народ войны. из любого. И эти шестерёнки в России вращались годами. Ненависть к Украине возбуждалась годами. Это всё шло постепенно. То, что началось 24 февраля прошлого года, просто не получилось сделать в 2014 году. Не хватило политического ресурса, не хватило военного ресурса. Было огромной неожиданностью, что в отличие от Крыма в Донбассе будет вооружённое сопротивление. И этот сценарий был сорван фактическим развитием событий. После этого 8 лет ушло на подготовку 24 февраля. 8 лет. И всё это время людям форматировали сознание. Кстати говоря, несмотря на эту машину человеконенавистничества, я оцениваю гуманитарный, сохранивший человеческий облик часть, сказал не в том падеже, не в том роде, оцениваю гуманитарную, сохранившую человеческое понимание, часть российского общества не меньше, чем треть. Понимаете? Не меньше, чем треть. Не меньше 30% людей, которые не согласны с этой политикой. Это моя эмпирическая оценка, исходя из ситуации в очень маленькой, бедной, местами Нищенской, Псковской области, обделённой информационными ресурсами значимого общеполитического уровня. Не меньше трети. Представьте себе, сопоставьте усилия пропаганды, усилия власти и рядового человека, на которого эта машина обрушилась. И каждый третий устоял. Каждый третий в нашей стране устоял. Я абсолютно уверен в том, абсолютно уверен в том, что пропаганда в полной мере не достигла своей цели. Но невозможно при таком политическом режиме, который просто руками и ногами тянется к тоталитарности, не стал тоталитарным. Если бы стал тоталитарным, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Но так или иначе он тянется к тоталитарности. И в этой ситуации, когда невозможно выйти на улицу, то есть нет, выйти можно. Один раз. Вот с 24 по 4 было можно выходить. Полиция приезжала, забирала плакаты, задерживала людей и отпускала, потому что не было состава. Люди выходили, уже все поняли, что происходит. Люди тогда выходили, мы все выходили с одиночными пикетами. Потому что одиночный пикет не наказуем. Вот прямо на главной площади города. Могли задержать, могли изъять, но не могли наказать. А 4 марта все закончилось. И в этой ситуации в течение года треть страны устояла. осталось людьми мира, людьми свободы, людьми гуманизма. Лев, у нас, к сожалению, заканчивается время. И опираясь на вашу эмпирическую оценку, последний вопрос, на который прошу кратко ответить. А что же нам делать с оставшимися двумя третями? Как же их, учитывая, что у нас нет свободы слова, но есть продолжающая на полную катушку работа пропаганда, что же нам с ними делать? Как же их вернуть в лоно здравомыслия? Антон, очень хороший и важный вопрос. Отвечу коротко. Вещь первая, которую нужно делать, это ждать. Время. Время. Мы попали в такой исторический провал, где быстро уже ничего не будет. Ничего не будет быстро. Вещь вторая. Нам самим нельзя расчеловечить этих людей. Нам нельзя их воспринимать как нелюдей. Нам нельзя устроить в стране гражданскую войну. Нельзя. И вещь третья. Очень важная. Тех, кто рядом с нами, близких, тех, на кого мы оказываем личное влияние, их нужно поддерживать всеми силами, чтобы эти люди, скажу прямо, не сошли с ума, не упали в отчаяние, не рухнули в безысходность. И это всё может длиться годами. То, что происходит сейчас, это пришло на годы. То, что многие не понимали и многие не понимают до сих пор, надеясь на то, что вот там с таким-то Новым годом будет уже поздравлять не Путин. Нет, будет Путин. Страна заплатила за все ошибки. Вся страна заплатила за все трагические ошибки политики. В первую очередь политики. Рано или поздно этому будут даны очень серьёзные политические оценки. Сейчас не время таких оценок. Но я очень надеюсь, я очень надеюсь, что история, я профессиональный историк, и меня это иногда спасает в политике. История сделает свою работу. Нам с вами важно понимать, на какой стороне работы истории мы находимся. Нам важно не быть участниками ненависти, соучастниками убийства, соучастниками лжи. Лжи. Важно сохранить себя. Это очень важно сохранить себя. И я надеюсь, что хватит сил внутренних, психологических, моральных и во многом физических сил прожить это время, не потеряв себя. А там история покажет, куда она будет двигаться. Да, жить бы только до этой истории. Жить в это время прекрасное. Спасибо вам большое, Лев Шлотберг. Это был историк, это был политик, это был человек, который вызывает много эмоций в чате. И это понятно. Я призываю всех сохранять всё-таки в себе какое-то человеколюбие и сохранить себе способность слушать друг друга, несмотря ни на что. Спасибо вам большое, Лев. Спасибо. До свидания, Лев. Даша, Антон. Спасибо. До свидания.